В последнее время марку КАМАЗ чаще всего вспоминали, обсуждая марку Москвич, ведь грузовой автогигант стал производственным партнёром столичного правительства, что поставило перед собой амбициозную цель перезапустить бывший московский завод Рено. Однако и в сегменте коммерческого транспорта накопилось немало интересных новостей. В частности, газета Авторевью рассказала, что челнинцы накопили достаточное количество компонентов, чтобы собрать в этом году более 600 машин новейшего поколения К5. Саму модель ждёт модернизация. Кабины, разработанные Мерседесом, полностью локализуют. Вместо 12-ступенчатого робота CF Traxon и ведущего моста будут поставляться аналоги, очевидно, китайского происхождения. На место рядной шестёрки КАМАЗ-910 рабочим объёмом 12 литров придёт аналогичный, но 13-литровый мотор. По неофициальной информации его назовут КАМАЗ-915. Новинка, как уверяют, будет мощнее и экономичнее предшественника. Параллельно грядут перемены и в электронике. Дисплей медиасистемы станет намного крупнее, за счёт чего удастся минимизировать число физических кнопок. Приборный щиток сделается полностью электронным. Если перезапуск серии пойдёт по намеченному плану, такой тягач должен появиться буквально через полгода, в самом начале 23-го. Далее последует черёд самосвалов, а на рубеже 23-го и 24-го годов даже электрогрузовиков. При этом КАМАЗ собирается перейти на отечественные электрику и электронику, а также ввести рекордный межсервисный интервал на уровне 150 тысяч километров. Что касается классического модельного ряда К3 со старыми кабинами, то его также ждут весьма серьёзные перемены. Так, моторы Камминс и коробки ЦТФ, которые сейчас собирает КАМАЗ, будут национализированы, локализованы и лишатся прежних имён. 9-литровый Камминс АСЛИ будет именоваться КАМАЗ-667, а немецкие коробки получат индексы 2131 и 2181. Притом, по информации издания, локализация механических трансмиссий идёт полным ходом. Параллельно готовятся родные 8-цилиндровые моторы 740-й серии, отвечающие нормам Евро-5. Им вместо топливной аппаратуры Бош предстоит примерить продукцию алтайского завода прецизионных изделий. Но самое интересное – кабинный модуль переживёт рестайлинг. Немолодую машину снаружи стилизует под современное поколение К5. Внутри появится новая передняя панель, подрессоренное кресло и другие приятности.